Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное питерское утро. Вас номиновала машинка с семью гудками завершения стирки. Надо идти забирать бельё. Пойдёмте. Постирала. Молодец. Штанишки снова в масончик упал. Всё? Всё. Хочу уже гулять, а я вся в делах. Варила кашу, потом мыла посуду, потом сама мылась. Так что куча дел. И это бельё надо поснимать. Сейчас приступим. Итак, приступаем. Готово. Теперь надо вешать мокрое. Готово. Кто молодец? Я молодец. Всё, мои любимые. Я собралась. Пойдёмте. Прогуляемся. ТАЧИ. Давай. ТАЧИ. 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 резко снимает что такое не опять замок поймали что опять заедает светает доброе прекрасное питерское утро привет привет всем и пойдемте с вами видите сколько снега осталось послевкусие после фильма 12 лет рабства очень хороший фильм смотрите сколько книга обалдеть и еще идет идет и идет доброе утро петербург доброе прекрасное утро боже какая красота я вчера говорила что я обожаю снег и не люблю мороз и на улице не очень холодно потому что нет ветра и нет ветер есть посмотрите сколько снега навалило просто красота вот капюшончик надеть видите какая снежная у нас зима красота все и расчищены ходить красота обожаю снег я помню в моем детстве столько было снега зимой мы катались с гор на самках на каких-то дощечках постоянно шли со школы и катались на горках на фанерочках картон очках кайфово было вот все в снегу вот а мои малые представляете я им ничего не говорила не учила их ничего летом в ливане когда маленькие были сколько им там было 6 7 лет 8 они с горок катались на картонках клали просто на горку без снега так зеленых гор скатывались на картон очках представляете у них видно генетически заложилось от меня мне так кажется может от красиво так свежо вы просто не представляете как хорошо на улице мне ниночка написала что у нее там 16 градусов грязь 16 градусов тепла грязь дождь что-то там я думаю у нас настоящая зима просто красота замечательно на улице ну что можно наверное рассказать про наташу про мою сестру я вам обещала наташа родилась 76 она на 6 лет младше меня родилась она как я уже говорила синеглазая том годик где-то у нее потемнели глазки стали темнее чем у меня просто почти черные вот она была слабенькая когда родилась и очень отставала в развитии физическом и в умственном тоже немножко вот до двух лет она не могла не говорить не ходить и потом я занялась и начала ее учить ходить я ее так с горки вела за ручки а потом отпускала она очень боялась но все равно шла так быстро быстро ножками перебирала я ее ловила чтобы она не упала и не испугалась вот говорить тоже я ее научила и букву r научила говорить правда как я уже сказала говорила она всю свою жизнь букву r как француженка каракачева наталья виктор 1 так всегда говорила классно как он сгребает снег видите сколько навалило красота прям целые сугробы везде вон смотрите тут даже больше чем по щиколотку красота вот в первый класс она пошла в обычную школу но потом поняли что она не успевает за сверстниками и ее перевели специализированный интернат я не знаю он не для умственно отсталых а какой-то наверное по просто послабее или как я не знаю вот в принципе она научилась всему и читать и писать и даже одно время стихи писала это было смешно я всегда ее поддерживала потом когда родилась моя малая игрушка первый мой ребенок audi она не очень с малой помогала хотя у нее были свои завороты она могла взять малую годовалую на руки и куда-нибудь с ней свалить своим друзьям на какие-то как это называлось блок хаты или какие-то вообще знаете как вот для каких-то людей мира что мне приходилось ее часами искать где она где мой ребенок я находила в каких-то таких злачных местах что у меня просто ужас мною овладевал вот потом когда я исполнилось 18 лет мне было 24 я вышла замуж уже за мухаммеда со второго мужа за ливанцев и уехала в ливан а наташа осталась квартире в маминой в трехкомнатной центре города мариуполя с балконом с лоджии с отдельным санузлом все было замечательно в один прекрасный день пришел мой братец который старше меня на год и два месяца и прямом смысле вытер ее из маминой квартиры и потом с моим первым мужем как-то там как я потом уже узнала продал мою квартиру сделав справку в морге о том что я умерла потому что я была квартира съемщиком квартира мамина была приватизирована на меня вот и наташа очутилась на улице со своими этими злачными какими-то там друзьями из интерната еще с какими-то ну своими друзьями скажем так вот правда сколько снега наташа очутилась на улице устроилась куда-то работать на рынок вот ей было 18 лет она естественно пила со своими этими друзьями потому что если не пьешь значит не уважаешь их вот и в один прекрасный момент где-то там на какой-то квартире где она ночевала потому что ей негде было спать я этого всего не знала я жила в ливане со своими детками вообще ничего не знала не было ни связи ничего я там писала письма соседям спрашивала звонила иногда мне все говорили что не знаем там-то видели там-то видели все вот в один прекрасный день или не прекрасный ужасный она очутилась какой-то там из квартир где по пьяни зарезали какого-то мужика и естественно все это скинули на нее свалили потому что все эти штамп был алкашня посваливали наташа там была одна она потом мне рассказывала когда я к ней на свидание приходила в фильме что ее разбудил фонарик полицейского милиционера в общем далее 12 лет которые она отрубила как говорят от звонка до звонка вот с 18 лет до 30 она сидела в тюрьме потом в 30 лет она вышла благополучно и познакомилась с каким-то мужчиной закрыт наш с вами магазин и вышла за него замуж и и пять лет назад это или сколько или больше наверно русска в общем ей было уже ровно 40 через 10 лет после того как она вышла из тюрьмы она родила дочечку кристину это дочка в роддоме у нее заболела воспалением легких и умерла и все и наташу как моего папу как говорится от горя понесло она бросила дом мужа с которым она там жила лучше этом пару лет по моему страдал потом умер от сердечного приступа дом остался наташи наташа в нем не жила она жила где-то со своими друзьями по вокзалам по каким-то хатам не знаю где она там была а вот четыре года назад мне написала женщина сестра мужчины с которым наташа там было последнее время она мне написала что наташа наташа похоронили что она умерла вот четыре года назад вот видела я ее 18 лет назад когда вернулась из ливана в мариуполе встретила ее на улице она меня так увидела я была там например на той стороне на остановке и там много людей возле меня стояла в центре возле главпочтанта а наташа была на этой стороне шла она меня увидела через улицу и кричала мне только сеструха и так прям через машины через дороги шла ко мне обнимала меня но такая достаточно эмоциональная девушка была вот она выше меня где-то на голову у нее рост где-то метр восемьдесят или около того вот достаточно таких мощная потому что ну и грузчиком она работала на рынке центральном и дворником как я много такой физической работы по жизни она такая как знаете как метательница ядра вот я достаточно таки мощная хотя многие по фото или там почему-то думают что я низенькая у меня метр семьдесят семь вот а у наташи метр восемьдесят два может быть или больше даже но она достаточно таки высокая была вот такая судьба моей сестрички натальи викторовны каракачевой как красиво в такой красоте рассказываю такие грустные истории ну как-то навеял как малявочка катается красота улица восстание вот то а это нет а это у нас не красава вообще снег начинает крупнее и крупнейки я вон валил всю ночь смотрите как она валила снега вообще билин белок билин белок или билин белок вот так встречаем в магазине с уборочкой здрасте так мне надо водичка водичка еще хотела опять забыла еще хотела батон батон да для птичек так яйца есть курицы доброе утро молоко есть а масло закончилось надо масло взять так постой тут масло пойду возьму такое нет не такое какое я брала кто помнит а того и нету ну а там сзади я тут перестал перестал кнопку делаю может там сзади нет блин долина долина южная долина сливочная традиционная ну ладно мы как-то за традиции вода в пакетике вот он какой-то жирненькая немножко пакетик положил потому что он пробовал рыбка наша так и не появилась нет ну и ладно сегодня сделаю макарончики очень хорошо я и не пользуюсь доброе спасибо у меня так да ухты какие огурцы вот такие как она красота может сын и огурцы хорошего дня как вам тут не холодно сколько снега выпало да до свидания доброе утро дурочка